здравый смысл доброе утро в эфире программа здравый смысл программа о том что делает нас лучше и у нас в студии в гостях иван рясик врач невролог врач нутрициолог член национальной ассоциации клинического питания председатель кировского отделения общероссийского движения за сбережение народа здравствуйте его здравствуйте надежда здравствуйте дорогие радиослушатели я очень рада снова видеть вас нашей студии тема сегодня тоже как всегда актуальна это как поддерживать свой иммунитет летом скажем так определенный продуктовый набор для иммунитета именно в летний период как поменять питание какие оставить может быть витамины какие ввести то есть вот я думаю что мы об этом сегодня с вами поговорим конечно летом есть свои вызовы летом активизируются все инфекционные заболевания которые связаны с кишечными нашими расстройствами то есть это острая кишечная инфекция почему потому что продукты питания хуже могут храниться в это время и человек может фактически получать пищевое отравление то есть это могут быть и пищевые токсикоинфекции и вплоть до энтеровирусных ротовирусных инфекций и так далее то есть это можно как-то профилактировать конечно конечно с одной стороны это все болезни грязных рук да и вот то к чему нас приучают на протяжении последних нескольких месяцев например это к соблюдению навыков гигиены например но я не говорю здесь о перчаточном режиме я говорю о том что грязные руки в рот натянуть любой контакт с землей например это контакт с огромным количеством паразитов по большому счету которые могут быть представлены в виде яиц гельминтов есть понятие такое которое называется геогельминтозы то есть паразитарное заболевание по происхождению из окружающей среды и различные яйца например аскорит совершенно реально подхватить например но конечно этим все не ограничивается огромное количество паразитов существует насчитывается их самых распространенных несколько десятков например вот например еще можно тексоплазмоз подхватить например от котиков при опять же контакте с выделениями котиков например да можно достаточно легко в летний период подхватить например при контакте с рыбой такие проблемы как опистархоз например есть кошачьи двуустка или например при контакте с домашними животными лямблиоз то есть количество заболеваний помимо кишечных инфекций паразитарных для которых лето это самое благоприятное время в результате того что человек чаще находится на природе оно конечно очень большое и тут мы должны прежде всего о навыках гигиены думать никаких типов поведения когда яблоко упало потерли его потерли его свою рубаху например и тут же съели или взяли с куста клубничку или другую ягоду и и не помыли и употребляем вот таких навыков не должно быть потому что иначе мы собираем паразитов от которых потом придется избавляться и как есть поговорка цыплят по осени считают таких глистов по осени считают человеку придется иначе делать всерьез противопаразитарную программу от всего того что она собирал это первый вызов который существует летом в отношении иммунитета во вторых например в отношении иммунитета это со инцеляция она повысилась и не каждый человек может быть к этому готов есть даже целая группа заболеваний которые могут провоцироваться ярким солнечным светом для неподготовленного человека в том числе даже серьезное системное нарушение иммунитета подобное там какой-нибудь системной красной волчанки например который может обостриться или у кого-то аутоиммунный тиреоидит может быть иммунное нарушение и потому тем людям у кого к примеру есть заболевание щитовидной железы нужно стремиться каким-то легким платочком закрывать шею использовать широкополые шляпы которые могут давать тень в том числе на шею солнцезащитная косметика подходит солнцезащитная крема который имеет так называемый sun protective factor солнцезащитный фактор то есть вот все это достаточно важно чтобы у нас не возникло обострение этих заболеваний потому что с одной стороны аллергия связана с пыльцевым фактором и это вызов опять же для иммунитета потому что что такое аллергия это извращенная реакция иммунитета в ответ на провоцирующий фактор а с другой стороны это солнечное излучение и если мы в третьих задумаемся о том что очень серьезный вызов это клещи и так как зима была достаточно теплый огромное количество полевок и других грузунов наполняют сейчас наши поля они жили в наших домиках многие кто приезжают к себе на дачу видят следы в виде оставленных фекалий этими грузунами там даже на столе на постели на полу и так далее и с одной стороны проблема грузунов это проблема так называемых геморрагических лихорадок с почечным синдромом для которых они могут быть переносчиками особых ханта вирусов а с другой стороны клещи которые сами по себе могут присасываться грузу нам получать у них те вирусы которые например не вызывают энцефалита или баррелиоза у грызуна для которых он является фактически грызун резервуаром но могут вызывать этого человека и уже в кировской области несколько тысяч по моему около 7 тысяч случаев уже присасывание клещей зарегистрировано за апрель май и июнь и уже сотни человек заболело не каждый человек имеет страховку против клеща о чем сейчас конечно нужно подумать но не каждый соблюдает навыки как обезопасить себя от присасывания клеща а как ну во первых если мы отправляемся не куда-то в лес на природу то тут надо продумать чтобы клещ не заполз со стороны обуви например под брючину если человек например идет в брюках то есть здесь надо продумать о том чтобы была возможность заправить это там например в носочки подобрать это по цвету чтобы это не выглядело странно было красиво например в то же самое время это защищает от раз во-вторых если есть такая возможность каждое пару часов на какой-то полянке выйдя на в некоторый простор где нету травы осматривать и смотреть есть ли на одежде нечто ползущее сам по себе клещ он напоминает ну вот по размеру предположим ну точку вот если вот на ногти точку поставить вот он не напившийся крови очень небольшой вот такой если мы увидели его как-то сдуть убрать но не рукой чтобы его случайно не раздавить и через микро какие-то порезы трещинки не заразиться например если есть возможность где-то обнажиться и просмотреть особенно излюбленные места это подмышечная область под молочной железой паховая область под коленная складка под ягодичная складка если это где-то возможно это надо осмотреть следующее что в плане клещей может нас обезопасить это различные репелленты они могут называться антиклещ антимошка и так далее их достаточно у нас много есть часть из них которая наносится на кожу но так как может быть у человека раздражение или аллергия на компоненты я все-таки предпочитаю использовать репелленты которые носятся на одежду причем многие из них настолько стойкие что можно даже одежду постирать а действие репеллента может сохраняться то есть но это надо уже смотреть на репелленте но как правило до стирки то уж точно репеллент будет действовать можно периодически его обновлять на обувь на нижние концы брюк так как клещи подобно парашютистам не прыгают на нас деревьев они все-таки снизу с травы то есть и каждый клещ он лакомка он ползет много десятков минут для того чтобы найти ту зону человеческого тела где ему будет приятнее где теплее где кожа тоньше и так далее поэтому порой реально во время его пути его обнаружить и удалить с поверхности до того как он в свои хелицеры как говорят свое жало вонзил в человеческую плоть например кроме этого конечно если мы часто бываем на природе кому-то может помочь вакцинация против клещевого энцефалита но у клещей много других инфекций это эрлихиозы клещевые анаплазмозы рикетсиозы болезнь лайма которая называется баррелиоз и так далее потому даже если мы вакцинированы все меры гигиены мы должны соблюдать потому что мы можем подхватить другую какую-то клещевую лихорадку клещевое инфекционное заболевание если мы клеща обнаружили то здесь повод его удалить это можно сделать самостоятельно или в большом количестве медицинских учреждений и если мы его самостоятельно удалили в какую-то емкость с притирающейся крышкой его нужно поместить желательно не выбрасывать чтобы мы могли его принести в лабораторию это могут быть лаборатории центра гигиены и эпидемиологии которые относятся к роспотребнадзору например на свободе есть такая лаборатория где есть вирусологическая лаборатория где исследует клеща на присутствие вируса и на присутствие например баррелей чтобы мы могли сделать вывод если клещ инфицирован будем заниматься профилактикой этих инфекционных заболеваний если он не инфицирован но мы отделались легким испугом но как правило нападают присасываются кусают человека как говорят инфицированные клещи чаще например да то есть у них видимо в мозге их под влиянием возбудителя возникают те изменения которые делают их агрессивными то есть это тоже очень серьезный вызов к счастью мы живем в том регионе где другие паразитарные заболевания которые могут переноситься или инфекционные заболевания с укусами комаров и ряд из них дополнительно с укусами клещей для нас не характерны как для краснодарского края и так далее там еще большие вызовы существует там бывают ситуации когда человека может укусить комар и в месте укуса к нему под кожу могут быть фактически запущены личинки филярий которые превращаются в червей и начинают под кожей там болзать некоторые обнаруживают в глазу и даже офтальмологи достают из глаза мы к счастью от этого избавлены звучит кошмарно и я всегда вспоминаю роковые яйца у булгакова который говорил о том что лишь северные морозы могут остановить распространение паразитов то есть вот вызовов вот такое большое количество и конечно когда мы о них думаем это диктует и меры защиты нашего иммунитета с одной стороны нужно помнить о том особенно если мы говорим о кишечных инфекциях что каждый организм человека населен несколькими можно сказать тысячами разновидностей различных бактерий по разным подсчетам от 1200 до 1500 разновидностей бактерий в нашем кишечнике который составляет 2-3 килограмма микрофлоры и от того насколько эта микрофлора дружественно по отношению к нам настолько мы и защищены и тут мы опять вспоминаем о заквасочных культурах о кисломолочных продуктах например о сметане о йогурте предположим есть специальные продукты которые называются курунга кисломолочная закваска или м курунга которую можно использовать вот это должно сейчас быть правилом тоже хорошего тона а как это употреблять каждый день в каком количестве да наши предки разумеется употребляли вот это как естественный молочный продукт даже ежедневно это можно делать и иногда это есть в виде таблеток которые можно добавлять например в то же самое молоко и в домашних условиях из курунги нескольких таблеток и молока можно получить собственный кефир предположим кто-то это использует при сквашивании капусты дополнительно например а кто-то сами по себе кисломолочные продукты в магазинах покупают различные бифидобактерии лактобактерии которые сейчас входят в состав вот этих кисломолочных продуктов и определяют защищенность нашей микрофлоры ацидофильные бактерии болгарские палочки вот сейчас такое разнообразие к счастью уже сыров в производстве которых используют различные заквасочные культуры кисломолочных продуктов что мы можем легко выбирать и нужно и главное чередовать потому что один в поле не воин и один конкретный штамм нас не спасет если не будет дружной семейки дружественных по отношению к нам штаммов различных заквасочных микроорганизмов вот это первая заповедь иммунитета вторая заповедь стоит ли здесь в связи с тем что возрастает риск там паразитоза да инфицирование паразитозом ввести специи как это делают в других странах азиатских восточных безусловно гвоздика может использоваться например в качестве естественной такой специи можно использовать где-то цедру или кожуру цитрусовых существуют травы подобные пижме полыни горцу птичьему есть замечательное средство кора осины например которая есть даже в экстрактах например осина популюс потому называется популин например и мы можем популин кору осины использовать по чайной ложке после еды пару раз в день разводя в воде это будет не просто профилактикой это будет способствовать даже коррекции при имеющихся паразитозах вот например вятский край про него говорят вятский край рыбацкий потому что у нас много рыбаков а рыборечная это источник паразитов это не только енисей это не только опь вот на тамошние очаги апистархоза сотни тысяч человек которые живут в регионах прилегающих к обе к енисею они заражены апистархозом хроническими формами у них десятилетия существуют в их организме в желчном пузыре в желчеводящей системе вот эти кошачьи двуустки как их называют апистархис филинеус например вот этот возбудитель он вызывает и образование камней вызывает холециститы вызывает боли в правом подреберье нарушение пищеварения аллергические состояния и так далее и вот например такие средства как караосины могут использоваться совершенно простые нетоксичные очень важно потому что часто человек когда приходит в аптеку и просит противопаразитарное лекарство нужно еще умудриться перенести потому что человек порой на день даже выбивается из клеи у него интоксикация на фоне использования токсичных химических препаратов у него боли в печени могут быть токсические гепатиты и так далее а чтобы вот этого не было используйте природное средство они более доступны и безопасны для человека вот это если мы говорим о рыбе порой можно широкого лентеца несколько метров широкий лентец может поселиться у нас если мы недостаточно обработанную рыбу которая была заражена личинками широкого лентеца используем например это не мелкий паразит подобный например эписторхисом где несколько миллиметров например это в несколько метров червина которая может быть точно так же как например если человек не соблюдает навыков гигиены порой позволяет себе земли что-то использовать он может поселить у себя целый клубок аскорит фактически который развивается из яиц этих гельминтов это может быть несколько десятков сантиметров у него может быть физически боль в животе например от того что у него живут вот эти гады образно говоря вот эти паразиты вот эти черви вот но мы говорим о профилактике кишечных инфекций в том числе помимо острых кишечных заболеваний и микрофлоры которые существуют мы можем использовать например летом для укрепления иммунитета те же самые полиненасыщенные жирные кислоты это особенно важно для защиты организма от солнца в том числе потому что чтобы наша кожа не потеряла барьерная функция чтобы она оставалась эластичной чтобы мы не старели в летний период времени чтобы под воздействием солнца избыточной солнечной нагрузки мы не приобрели то что в народе называют солнечная аллергия например или люди с фоточувствительной кожи солнечной ожоги или фотостарение например одна из вещей это нерафинированная полиненасыщенная жирная кислота нерафинированное масло например льняное масло или мое любимое рыжиковое масло причем рыжик это не грипп это растение семейства крестоцветных например или кедровое масло они содержат и природные антиоксиданты такие как витамина витамин е например которые защищают нашу кожу и полиненасыщенные жирные кислоты и они обязательно должны быть а как их принимать те кто вкус масла воспринимает достаточно так радушно то можно даже использовать по столовой ложке один или два раза в день даже натощак использовать для тех кому не совсем приятно этот вкус добавлять в любую пищу маслом кашу не испортишь можно растительное масло такое и в кашу добавить и в салат и в суп в том числе там крем суп если человек готовит и в любой гарнир полить и так далее но обязательно это должно уже в готовое блюдо потому что если человек попытается на любом масле любом подчеркну поджарить что-либо он убьет масло вызовет образование трансжиров потому что при высокой температуре изомеризируется маслом возникает в нем те полезные токсичные вещества которые наоборот будут ухудшать состояние иммунитета сосудов могут онкологические заболевания повышать их риск потому масло нерафинированное добавляют только в готовое блюдо это тоже очень важный вклад в иммунитет ну и конечно лето это период различных ягод когда они доступны это не только земляника клубника скоро все равно будет у нас и брусника и клюква и крыжовник и смородина и ирга и облепиха и нужно постараться сейчас и насытиться этим конечно не на год вперед но по крайней мере на летнее время это очень важный источник защиты например за счет антиоксидантов которые в ягодах содержатся и ягоды именно потому имеют разные оттенки черника темная там облепиха оранжевая например малина или клубника красная что такое почему это происходит растения приспосабливаются для защиты от солнца накоплением различных антиоксидантов которые определяют вот эту палитру цветов и оптимально чтобы ягодная лукошка которая была у человека вот она и представляла вот как палитра у художника много различных красок много различных антиоксидантов это один из лучших форм защиты иммунитета не только от коронавируса но от любых возбудителей которые пытаются вторгнуться на нашу территорию я думаю что на этой позитивной ноте на этой яркой цветовой палитре мы закончим нашу программу я напоминаю что в нашей студии был врач-невролог нутрициолог Иван Рясик спасибо Иван за интересный разговор спасибо вам всего доброго до свидания до свидания здравый смысл имеется противопоказания проконсультируйтесь у специалиста до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания